На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Хоккейный клуб Гомель уступил Неману в домашнем матче чемпионата Беларуси в экстралиге. Команды начали игру, стараясь держаться в обороне. На 25-й минуте противостояния счета открыл нападающий гостей Антон Елисеенко на 1-0. Гомельчане отыгрались на 27-й минуте матча. Забросил форвард Юрий Кокшаров 1-1. В середине второй 20-ти минутки нападающий гостей Роман Малиновский точным броском вывел свою команду вперед 2-1. На 38-й минуте поединка его партнер по команде Артем Кислый увеличил отрыв, реализовав большинство. А еще через 20 секунд забросил Александр Малявка 4-1. По занавес второго периода шайба ворота Немана забросил нападающий Рыси Насер Супхим 4-2. В третьей 20-ти минутке нападающий Гомеля Илья Серегин на 48-й минуте сократил отставание до минимума. После финальной сирены счет не изменился. 4-3 в пользу гостей. В других матчах чемпионата Беларуси Могилев уступил в домашнем противостоянии солигорскому шахтеру 1-5. Жлобинский металлург оказался сильнее Лиды 5-2. Минская юность разгромила Динамо Молодечно 5-0. Чемпионат Европы по борьбе среди инвалидов по слуху стартовал в Гомеле. За медали борются более сотни атлетов из 11 стран мира. В национальную команду вошли 19 человек. Борьба развернулась на площадке Дворца Легкой Атлетики. К слову, первые победители уже известны. Вчера завершились соревнования по греко-римской борьбе или, как их еще называют, классической среди юниоров. По итогам первого дня в копилке сборной Беларуси 5 медалей, 2 серебра и 3 бронзы. Сегодня и завтра за призы борются взрослые классики. Представители вольной борьбы начнут выступление 1 ноября. Огромное спасибо председателю Белорусской спортивной федерации «Глухих». Сегодня он смотрит, все проходит на высоком уровне. Хочет поблагодарить гомельских жителей за поддержку в соревнованиях и зрителей в том числе. Завершились соревнования по волейболу в программе круглогодичной спартакиады учреждений высшего образования Гомеля. В турнире мужских команд, в котором приняли участие 7 команд, уверенную победу одержала дружина Белгута. На втором месте волейболисты ГГУ имени Франциска Скорины. На третьем команда технического университета имени Павла Сухова. В турнире женских дружин участвовали 6 команд. Здесь первое место заняли представительницы Белгута. На втором месте команда ГГУ имени Франциска Скорины. На третьем волейболистки медицинского университета. Гомельские бадминтонисты привезли медали с республиканских соревнований «Минская осень». За победу боролись взрослые, а также юноши и девушки до 15 лет. Абсолютным победителем турнира в возрасте до 15 лет, а также бронзовым призером среди взрослых в парной категории стал гомельчанин Глеб Швыдков. С медалями возвратились домой также Владислав Картелев и Арина Мельник. Оба выступали в паре с Глебом Швыдковым. И напоследок хорошая новость для любителей гребли на байдарках и каноэ. Спортсмены и тренеры по этому виду спорта удостоены государственных наград. Медалью за трудовые заслуги награжден тренер филиала Гомельское государственное училище Олимпийского резерва Михаила Земша. Старшие тренеры национальной команды Беларуси Николай Банько и Геннадий Галицкий. Этой наградой также удостоены спортсмены национальной команды Марина Литвинчук и Ольга Худенко. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.